Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. Воспитанник секции бокса, азовчанин Руслан Колесников, стал победителем первенства Ростовской области. Соревнования прошли на минувшую неделю в Сальске. Теперь Руслану предстоит участие в первенстве ЮФО, которое начнется 24 февраля. Азовчане Александр Широченко и Евгений Негодаев завоевали бронзовые награды на областном первенстве по боксу. Сегодня началось ежегодное первенство города по баскетболу среди учащихся школ средних классов. Заявки на участие подали 29 команд всех общеобразовательных учреждений. Это одно из самых массовых соревнований в нашем городе. Общее количество участников порядка 300 человек. Игры будут проходить в спортивных залах школы номер 11 и дворца культуры и продлятся до 10 февраля. Вратарь клуба хоккей на траве Тана Иван Ожерельев участвовал в составе сборной России в первенстве Европы. По итогам всех игр команда нашей страны заняла третье место. Соревнования прошли в Польше. Воспитанник спортивной школы номер 2 Данил Курляк стал победителем первенства по легкой атлетике Южного федерального округа. Соревнования проходили в Волгограде. Впереди у Азовчанина участие в российском завершающем этапе. В шахматном клубе «Ладья» продолжается ежегодный турнир среди лучших игроков нашего города. С подробностями тренер спортивной школы номер 3 Иван Кисляков. В Тангионаруге сейчас проходит традиционный этап Кубка России по классическим и быстрым шахматам. Мемориал Владимира Викторовича Дворковича. От города Азова участвует наш гроссмейстер Пушков Николай Викторович. На выходных был турнир по быстрым шахматам, 140 участников. Он занял первый ветеранский приз. Обогнал двух гроссмейстеров. Сейчас начнились классические шахматы. После двух второв у них полтора очка. Все у него там хорошо, прожила ему на удачу. Я думаю, сможет и здесь занять ветеранский приз. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.